Почему Юре не стали делать шунтирование желудка? За ответом мы обратились в Национальный исследовательский центр эндокринологии Минздрава России. Юра, Юр, какой ты вопрос хотел, самый главный, задать? Ты же был в этом центре на приёме. Хотел спросить по поводу операции по шунтированию желудка. Она делается сейчас по ОМС? К сожалению, нет. То есть гастрошунтирование делается только согласно постановлению правительства пациентам с морбидным ожирением, с сахарным диабетом при наличии двух и более осложнений по ВМП. ВМП – это высокотехнология? Это квота. Чтобы получить квоту, есть, согласно постановлению правительства, определённые критерии. У вас есть сахарный диабет? Сахарный диабет у меня нет. Значит, у вас нет критерии, под которые вы можете попасть по квоте. У меня идёт ожирение 4-й стадии. Это не считается? Согласно постановлению правительства нет. Бариатрические и хирургические вмешательства – это шунтирование, операция по уменьшению объёма желудка и резекция, удаление его части. Они не делаются просто так. Они делаются тучным больным, то есть при индексе массы тела выше 40. Это так называемое морбидное, то есть очень болезненное, опасное в плане заболеваний ожирение. То есть это неправильно. Если человек толстенький, 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 ой, хочу операцию. Да, пожалуйста, давай, завтра у тебя будут операции. Так не делается. То есть нужно пройти определённые этапы. Нужно сделать попытки консервативного снижения веса, а вот в случае их неэффективности рассматривать вопрос абориатрических вмешательств. Юру пригласили на обследование. Вы скажите эндокринологу, что согласована ваша госпитализация. Мы готовы вам помочь. Понял, хорошо, спасибо большое. Всё, Таша, до встречи. За её бариатрической операцией в прямом эфире следили тысячи пользователей популярной социальной сети. Вот её всё, я наелась. Посмотри, сколько там. Я всё, я прям объелась. Даже половина ещё не заслопана. Теперь в желудок Яны больше, чем 100 граммов еды не вмещается. Банан я только одну ложечку могу и потом наедаюсь. Яна Ваймер весила больше 120 килограммов. После резекции прошло три месяца. Это неправда. Тут ещё ваш микрофон, который весит 100 килограммов, и ещё одежда у меня. Сейчас Яне 30. В размере плюс она с 16 лет. Была одержима идеей похудеть. У ПП так было миллионы, миллиарды. Голодание интервальное. На ПП я худела очень хорошо, кстати. Каждая диета и всё, в принципе, оно работает. Но здесь всегда надо полагаться на то, что у тебя есть сила воли, и у тебя есть понимание, что ты делаешь. У меня этого не было. Без Кьяни всё время возвращался, и она решила остановить бесконечные возвраты хирургическим путём. Осознаёт всю серьёзность поступка. Есть организм, есть его потребности, есть очень много продуктов, которые просто он наотрез не воспринимает. Плохое самочувствие. Яна приехала в Дагестан из Нижнего Новгорода 12 лет назад. Поступила в Исламский женский институт. Вышла в Махачкале замуж. Спустя 7 лет брак распался. Но уезжать из Дагестана Яна не хочет. Работала на местном радио. Сейчас ведущая мероприятий и популярный блогер. С тех пор, как я начинаю рассказывать о резекции, очень много различных сообщений. Понимаю, насколько люди нуждаются в какой-то грамотной информации. Опять-таки я это прохожу впервые. То, что люди спрашивают, чтобы они хотя бы не боялись. Яна привыкает к жизни с новым желудком. А это та ещё ответственность. Я ем. Я ем всё. Просто сейчас момент такой. Если я дома, я могу попробовать всё, что угодно. Если я дома. А если я где-то на улице, то я ем только то, от чего мне будет хорошо. Потому что вот так плохо себя чувствовать и вырывать на улице или где-то, конечно же, я не буду. Операция – это не просто разрезал, в сумке покопался, передумал, закрыл и отложал. Это операция. Анатомия желудочно-кишечного тракта меняется. По-другому всасываются витамины, минералы и так далее. Поэтому мы знаем, что после этих операций могут быть некие нутритивные проблемы. То есть недостаток всасывания железа, кальция, витаминов и так далее. И мы получаем пациентов с анемией, с хронической усталостью, с диареей. Мы получаем пациентов с желчекаменной болезнью.